Найти среди бревенчатых коттеджей старый колодец, если его, конечно, не успели засыпать, не составит особого труда. Казалось, вернее, хотелось думать, что вытащить из него останки Садака Ямамуры тоже не так уж трудно. По пути на турбазу Асакава и Рюдзи заехали в магазин. Нужно было купить веревку, ведро, лопаты, подъемный блок и карманные фонари. Пока Рюдзи был в магазине, Асакава направился к телефонному аппарату. Может, ему больше и не удастся услышать голос жены и дочери. Времени ждет, он сам это прекрасно знал. Между тем, до последней черты оставалось уже меньше десяти часов. Хотя, теперь хоть целый час говори, все равно, когда повесишь трубку, обязательно останется тяжелый осадок от того, что и половины не успел сказать. Позвонив домой, Асакава услышал голос дочки и пообещал жене рассказать все как на духу, как только сам во всем разберется. Рюдзи вышел из магазина и поторопил Асакаву. Телефонный разговор был окончен. Как будто ни было, сегодня в десять все разрешится. Приехав на турбазу, мужчины перекусили и отправились на поиски колодца. Спустя долгое время, Рюдзи и Асакава нашли то, что искали. Под балконом коттеджа Б4, между своими, поддерживающими дом из деревянной перегородки, была вынута доска. Рюдзи сунул руку в щель и за всех сил потянул на себя. Доска крякнула и наклонилась. Асакава приблизился к щели и заглянул внутрь. Чуть ближе к западному краю свет фонаря выхватывал из темноты какой-то выступ. Приглядевшись, можно было различить очертания неровной каменной кладки. Сверху лежала массивная бетонная крышка. Щели между камнями и трещины в бетоне заросли лохматыми травяными космами. Асакава тут же сообразил, что как раз там, наверху, находится гостиная. Причем тумба с телевизором и видеодекой стоит точно над круглым проемом колодца. Неделю назад, когда он смотрел злополучное видео, Садака Ямамура была здесь, совсем рядом, и безмолвно наблюдала за происходящим. Рюди выдернула еще несколько досок, чтобы можно было протиснуться вовнутрь. Они проползли в дыру и поползли к колодцу. Дом стоял на склоне, и зазор между землей и полом постепенно сжимался, словно гигантские тиски. Казалось бы, в темноте подвала должно быть достаточно воздуха, но Асакава ощущал удушье. Даже здесь, под низким полом, уже трудно дышать. А ведь вполне возможно, что придется лезть еще дальше, вниз, в непроглядную тьму колодца. Рюди держался за торчащий из бетона кусок арматуры, и уже почти стащил крышку на землю, но мешал пол дома, нависший прямо над головой. Потребовалась помощь Асакавы. Сколько лет колодец не раскрывал свой круглый зев. Его могли зарыть, когда строили коттеджи, когда обрабатывали участок под будущую турбазу, или даже когда туберкулезный санаторий уже существовал. Крышка двинулась. Рюди просунул в щель лопату и попробовал надавить. С жалобным стоном крышка поддалась и рухнула на землю. Из круглой дыры колодца доносился еле заметный запах сырости. С фонарями в руках Асакавы и Рюди приподнялись и ухватились за склизкие край кладки. Между полом дома и колодцем было не больше полуметра, поэтому пришлось согнуться в три погибели, чтобы заглянуть на дно. Дохнула прохлада и вперемешку с запахом гнили. Без сомнения, она где-то здесь. В свете фонаря были видны только отблески воды, до поверхности метра четыре, может быть пять, но кто знает, насколько там глубоко. Рюди поспешно привязал веревку к ближайшей свае, затянул узел покрепче и подвесил фонарь на самом краю колодца. Увидев, что Рюди готовится спускаться на дно колодца, Асакава преисполнился благодарности, не забыв про себя помолиться о том, чтобы очередь для него не дошла. Глаза привыкли к темноте, и теперь были отчетливо видны замшелы и стены колодца. Рюди протиснулся в зазор между досками пола и краем колодца. На альпинистский манер перекинул веревку через локти и запястья и начал потихоньку спускаться. Наконец, он коснулся ногами дна, воды ему было по колено, колодец оказался не таким уж глубоким. Рюди крикнул Асакаве, чтобы тот спустил ведро. Сколько земли уже перекочевало наверх, вода убывала, но ничего похожего на предмет их поисков до сих пор не показывалось. Ведро теперь двигалось наверх заметно медленнее, чем в начале. Каждый сантиметр стоил сумасшедших усилий. Веревка выскальзывала из рук и, наконец, едва подняв ведро до середины колодца, Асакава опустил его вниз. Рюди недовольно крикнул и скомандовал меняться местами. От испуга Асакава подскочил, с размаху ударившись теменем о доске пола. Рюди направил луч фонаря ему в лицо. Похоже, страх смерти напрочь лишил его рассудка. Асакава все еще сомневался, правильно ли они делают. Но Рюди решил ему напомнить слова профессора Миуры. После смерти человек может оставить в этом мире мощный заряд ненависти. Для этого нужны три условия – замкнутое пространство, вода и определенный промежуток времени до смерти. Садаку была еще жива, когда упала в колодец, и пока ждала смерти, наполняла, пропитывала его ненавистью. Снять проклятие проще простого. Нужно только дать духу освобождение. Проще говоря, достать из темного колодца останки Садаку Ямамуры, отслужить панихиду и захоронить ее на родине. Вернуть ее в просторный и светлый мир. Асакава, наконец, нашел в себе силы. Вцепившись в веревку, он повис в дыре. Асакава посмотрел вверх. Фонарь неизменно ярко светил прямо в глаза. Он прислонился спиной к стене и чуть ослабил руки. Ноги скользнули по камням, и он тут же провалился на метр вниз. Руки обожгло. Некоторое время Асакава болтался над самой водой, не решаясь опуститься. Но руки уже все равно не держали. Под весом собственного тела он постепенно сползал вниз и, наконец, коснулся ногами дна. Слой мягкой грязи тут же затянул по колено, крепко ухватив за ноги. Асакава, что есть силы, вцепился в болтавшуюся перед ним веревку. Его охватила паника. Казалось, сотни рук протянулись к нему и тащат, стараются утопить в грязи. Ему хотелось закричать, но голоса не было. Безумная духота. Из горла вырывался только сдавленный хрип. Как тонущий ребенок, Асакава задрал голову вверх. От непомерного ощущения сдавленности Асакава и сам не заметил, как остановил дыхание. Наблюдая сверху, Рюди успокаивал друга, и Асакаве удалось наконец-то вдохнуть. Кое-как взяв себя в руки, Асакава принялся раскапывать дно колодца. Налегая на лопату, Асакава старательно выгребал грязь. Время уже не беспокоило. Часы он снял прежде, чем спускаться сюда. Тяжелая физическая работа и волнение парализовали боязнь. Заставили позабыть о лимите времени. Его течение вообще не ощущалось. Оно измерялось теперь биениями сердца и количеством поднятых ведер с грязной водой. Наконец, Асакава наткнулся руками на большой округлый камень. Приятная на ощупь гладкая округлая поверхность. Под ней два больших углубления. Асакава вытащил находку из воды, смыл набившуюся в углубление землю. Держа руками там, где раньше были уши, развернул череп к себе. Представил, как он обрастает плотью. В глубоких глазницах проступили большие блестящие глаза. На двумя продолговатыми отверстиями снизу появился прямой, идеальной формы нос. Длинные волосы были мокрыми от воды, которая стекала за ушами и каплями падала вниз. Садако посмотрела на него с каким-то беспокойством. Два-три раза моргнула, пытаясь смахнуть воду свек. Ее лицо в руках Асакавы исказилось от стеснения, но это совсем не обезобразило ее. Она улыбнулась Асакаве, но тут же прищурила глаза, словно настраивая фокус. Откуда-то сверху донесся голос Рюдзи. Время вышло, а Асакава живой. Проклятие снято. Но даже голос Рюдзи не внушил уверенности, что все уже кончено. Асакава витал где-то в другом измерении, прижимая к груди череп Садако Ямамуры. Асакава разбудил звонок с вахты. Администратор хотел узнать, будут ли гости продлевать проживание. Асакава несколько секунд не мог сообразить, что ответить. Он даже с трудом представлял, где находится. Под боком мычал во сне Рюдзи. Асакава поглядела на обеденный стол. Там лежал виниловый пакет, белый, непрозрачный. Садаку вытащили из влажной и холодной земли где-то под полом. И теперь она здесь. Вся уместилась в небольшом пластиковом пакете. Вчера вечером они начисто отмыли ее над раковиной. Рюдзи отмыл. Это было уже после обещанного срока. И даже сейчас Асакава все еще жив. По правде говоря, Асакава не помнил, чтобы сам выбирался из колодца. Только сейчас смутно припоминал, как его в конец обессилевшего тащили вверх на веревке. Рюдзи даже с его мускулами вряд ли было легко поднять 60 килограмм веса с пятиметровой глубины. Наверное, в таком подвешенном состоянии Асакава чем-то смахивал на каменную статую отшельника, поднимаемую со дна морского. Только Сейдзуко в награду за свой подвиг получила дар ясновидения. А поднявшему Асакаву бедолаге Рюдзи досталась только боль в мышцах. Из ресторана Pacific Land'а Асакава позвонил жене и передал, что в воскресенье, как и обещал, возьмет машину и приедет за ними. Однако Асакаву все еще не покидало ощущение, что еще не все кончено. Ведь та старуха из видео обращалась не к Сейдзуко, а к Садако, со словами, что той рожать на будущий год. Неувязочка получается. По всем законам биологии Садако, не женщина, а мужчина, и ребенка родить не может. Вдобавок до самой смерти была девочкой, да и первый партнер не кто-нибудь, а этот Нагао, последняя жертва оспы в Японии. Странное, однако, совпадение. Что же тогда родила Садако? Асакава и Рюдзи распрощались на вокзале Атами. Асакаве нужно было отвезти прах Садако и ее родственникам, чтобы те похоронили ее, как полагается. Хотя, конечно же, остатки племянницы, от которой 30 лет не было ни единой весточки, не значит для них ровным счетом ничего, кроме лишних хлопот. Асакава провожал Рюди глазами, пока тот шел к лестнице, ведущей на платформу. Уже почти скрывшись из виду, Рюди оступился и чуть не упал. Он чудом удержался на ногах, но Асакаве показалось, что коренастое тело Рюди как будто раздваивается. Уставший Асакава пальцами потер воспаленные глаза, а когда открыл их, Рюди уже растворился в толпе. В эту секунду возникло странное ощущение в груди, а в нос ударил резкий запах цитрусовых. Во второй половине дня Асакава благополучно доставил останки Садако в Сосикидзи и передал их Такасе Ямамуре. Покончив с делами, Асакава хотел тут же бежать прочь от самого имени Садака Ямамуры, сославшись на то, что на самолет опаздывает. Еще не хватало, чтобы родственники одумались и потребовали доказательства принадлежности останков. Тогда вся работа на смарку. По пути навестив Хаяцу и поблагодарив за неоценимую помощь, Асакава направился в отель Осимуансен. Хотелось вдоволь попариться на горячих источниках, а заодно в тишине подытожить свои великие достижения. В тот самый момент, когда Асакава переступал порог отеля, Рюдзи спал, уронив голову на стол у себя в квартире Фигаси Накану. Губами и носом он уткнулся в неоконченную статью. В лужице слюны переливались темно-синие чернила. Он настолько вымотался, что так и задремал, зажав в руке свою любимую ручку Монблан. Плечи его дернулись. Прижатое к столу лицо неестественно исказилось. Он невольно подскочил. Резко выпрямил спину и так вытаращил глаза, будто и не спал еще секунду назад. Глаза налились кровью. Он видел сон. Рюдзи, всю жизнь кичившийся своим бесстрашием, теперь дрожал всем своим существом. Конечно же, увиденного во сне он не помнил. Но дикая дрожь во всем теле лучше всего показывала, насколько этот сон был ужасен. Почувствовав удушье, он взглянул на часы. 9.40. В первый момент он даже не понял, что означает это время. Люминесцентная лампа на потолке и светильник на столе поблекли. Они по-прежнему горели, но тусклым, неровным светом. Рюдзи повернулся на крутящемся стуле и впился глазами, видя у деку у стены. С того самого вечера он так и не вытащил кассету. Дыхание стало прерывистым. На лице застыло недоумение. Отчетливый образ возник в сознании, не оставив места для логических измышлений. Она пришла. Рюдзи схватился руками за край стола, прислушался. За спиной кто-то был. Рюдзи снова взглянул на часы. 9.45. Рюдзи не помнил того времени, когда он досмотрел видеокассету, но было примерно столько же, сколько сейчас. Это однозначно. Это уже совсем близко. Подступает как вода, заполняя с собой всю комнату. Что-то холодное коснулось шеи. Рюдзи вздрогнул. Попытался подняться со стула, но тут же нестерпимая боль прошила спину и поясницу. Повалила на пол. Воля упорно сопротивлялась, приказывала телу бороться. Встань! Встань и задумайся! Рюдзи пополз по татами. Добрался до видеодеки. Нажал на кнопку. Вытащил кассету из слота. Здесь была запись телевизора. Асакава записал на ее место копию пресловутого видео. По спине пробежал электрический ток. Рюдзи осенила одна простая мысль. Мгновенно сообразив, что к чему, он нашел ключ сразу к нескольким вопросам. Загадка заклинания. Предсказание старухи. И еще одна, ранее незамеченная сила, заключенная в самой кассете. Так вот почему эти четверо, снявшие коттедж, не попытались применить заклинание. Вот почему Асакава спасся, а над ним самим нависла угроза смерти. Вот оно, истинное порождение Садаку. Подсказка здесь, совсем рядом. Он не учел, что кроме способностей Садаку, тут задействована другая сила, совсем иного порядка. Она хотела ребенка, но родить его физически не могла. И тогда заключила договор с самим дьяволом, чтобы не одного, а уже многих детей. Рюдзи подполз к телефону и уже собирался было набрать номер Асакавы, но тут вспомнил, что тот сейчас 8-а. И тогда Рюдзи набрал номер Майя Токано, своей возлюбленной. Он сам плохо понимал, что его, собственно, заставило это сделать. То ли он так цеплялся за жизнь, то ли просто хотел в последний раз ее услышать. Прижав к уху телефонную трубку, Рюдзи ждал ответа. Услышав второй гудок, он поднял голову. Впереди стоял шифонер с большим зеркалом, в котором он увидел себя. Забыв, что плечом прижимает трубку, он придвинул лицо вплотную к стеклу. Трубка упала. Но Рюдзи уже не обращал на нее внимания и только глядел на отражение в зеркале. Это был не он. Желтые щеки сохли, ввалились, потрескались. Волосы выпадали целыми прядями, обнажая темно-синие струбья. Не в силах сдержаться, Рюдзи жалобно взвыл. И, оглушенный собственным воем, так и не услышал любимого голоса. Из зеркала глядела на него никто иной, как он сам. При всем своем цинизме, даже Рюдзи не мог представить себе, насколько это страшно – встретить самого себя, только изменившегося до неузнаваемости, ставшего совершенно другим. Услышав телефонный звонок, Майя подняла трубку. От испуга Майя отшатнулась от телефона. В ответ донесся только жалобный вой. Вой не прекращался. Сначала это был крик отчаяния, а потом к нему примешалось чувство крайнего изумления. Это было совсем не похоже на обычные шуточки телефонных хулиганов. И Майя снова схватила трубку. Вой прекратился так же внезапно, как и возник. Дальше была только гробовая тишина. 9 часов 49 минут вечера. Его последнее желание было безжалостно растоптано, раздавлено, разорвано в клочья. Голоса любимой он так и не услышал. Рюдзи умер. Асакава узнал об этом от Майи. Она позвонила ему утром следующего дня, когда Асакава уже был дома. Асакава положил трубку и как стоял, так и осел на пол. У жены и дочери последний срок завтра, в 11 утра. Придется бежать на перегонки со временем. Рассиживаться на полу и сопли распускать, времени нет. Взятый на прокат автомобиль был припаркован по ту сторону улицы, прямо на дороге. Асакава открыл дверь, прыгнул за руль и отправился домой к своему другу. Комната была совершенно пуста. Тела Рюдзи уже не было. Рано утром его отвезли к родителям в Кавасаки. Майи Токана сидела в комнате на татами, перебирая листы еще не опубликованных статей Рюдзи. Майи рассказала Асакаве все по порядку. Про крик в телефонной трубке, просвинившую его тишину. Про то, как она сама не своя. Прибежала сюда и увидела, что Рюдзи полулежит у кровати, широко раскинув ноги. Асакава узнал все, что случилось. Нужно было продолжить разгадывать тайну. Асакава закрыл за собой дверь и быстро сбежал по лестнице. Чем дальше он уходил по улице, тем явственнее проступал перед глазами реальный Рюдзи. Настоящий друг, не раздумывая ввязавшийся ради него в опасную игру и заплативший за это собственной жизнью. Асакава плакал на взрыд, не обращая внимания на взгляды прохожих. Часы пробили полночь, а вместе с ней пришло и воскресенье. Асакава приводил в порядок собственные мысли, набрасывая тезисы на листе пищи бумаги. Что удалось сделать Асакаве, чтобы проклятие на него не подействовало? Ум Асакавы был совершенно измотан. Асакава кричал и просил Рюдзи помочь ему, как вдруг в его голове всплыло название книги. «Человечество и история эпидемий». В книжном шкафу, кажется, есть эта книга. В книге страниц 300, не меньше. И где среди них запрятан спасительный ответ? И снова неожиданно сработало чутье. Страница 191. Раздел размножения. Основной инстинкт любого вируса – бесконечное повторение самого себя. Вирусы непрерывно размножаются, паразитируя в живых структурах. Асакава вскрикнул. Смысл заклинания был теперь совершенно ясен. Асакава передал вирус Рюдзи – переписать кассету и показать. Показать тому, кто еще не видел. И тем самым способствовать размножению. Погибшие четверо из шалости стерли заклинания и оставили пленку в коттедже. Эта глупость стала для них роковой. Поэтому-то ни один из них не вернулся за кассетой. Ни один не спасся. В голове Асакавы появилась ужасная мысль. Его жена и ребенок находились в гостях у родителей жены. Асакава немедленно выехал к ним. Ради спасения собственных жены и ребенка приходится, пусть и на время, но все же подвергать смертельной опасности двух стариков. Но это же ради спасения их дочери, их маленькой внучки. И они ни за что не откажут. Наверняка будут рады помочь. Они сами могут переписать видео, дать посмотреть кому-то еще и так избежать опасности. Но что же дальше? Что будет потом? Интересно, что предпринял бы Рюдзи на его месте? По части этого можно не сомневаться. Ведь это призрак Рюдзи сообщил ему разгадку, что само по себе означало сигнал. Торопись, спасай жену и ребенка. Это правильно. Это по-мужски. Вот и сейчас он как будто слышал его голос. Асакава гнал машину, ни на мгновение не отпуская педали газа. В зеркале заднего вида отражалось токийское небо. В нем зловеще, словно кольца свирепого апокалиптического змея, ворочались облака. Рюдзи на мгновение не отпуская педали. Продолжение следует...